Завтра, 27 июля, в Лондоне начнутся 30-летние Олимпийские игры. И у нас в гостях игроки мужской сборной России, ну, как вы уже догадались, по баскетболу, Александр Каун и Семен Антонов. Доброе утро, ребят. Доброе утро. Ну что, какие ощущения перед вылетом в Лондон? Ощущения отличные. Рады, что на Олимпийских играх это то, что не каждому удается в жизни, в спортивной карьере, да. Я думаю, что, конечно, мандраж будет, без этого, я думаю, никак. Но самое главное, выйти и сыграть хорошо. Лично у меня эмоции переполняют, но знаю, что надо играть, да, и поэтому стараюсь как-то себя сдерживать, чтобы не впадать в какую-то эйфорию. И надо защищать честь страны. Итак, 12 сборных разделены на две группы. Давайте посмотрим на таблицу. Ну что, у нас группа Б. Соответственно, Австралия, Бразилия, Китай, Великобритания, Испания. США самый опасный соперник в группе А. Скажите, это везение, это удача, что мы не в одной группе США? На мой взгляд, лучше сыграть в США, потому что эта команда очень опасная, очень сильная. То есть они завоевали много золотых медалей, да, насколько я помню, 13 за свою историю. Я думаю, что с ними сыграть в групповом этапе было бы намного, как бы, легче для нас, для дальнейшего, да, чтобы потом их не увидеть, а может, до финальной стадии. Что касается США, на чемпионате мира, в принципе, на прошлом, всего лишь 10 очков мы уступили. Может быть, были сделаны какие-то выводы? Скорее всего, появилась уверенность, что теперь мы можем играть и обыгрывать США. Ну, я, так как я... Александр, у вас появился? Я смотрю, у Семёна этой уверенности нет. Да, ну, Семёна, Семёна тогда, к сожалению, с нами не было, вот, я отвечу, так как я играл в этой игре, конечно, звезды, звезды НБА, вот, и мы сыграли очень с ними хорошо, все, по-моему, проиграли 10 очков, но у нас, на мой взгляд, была намного слабее команда, чем сейчас, вот, я думаю, что все, все, все возможно, особенно в баскетболе, когда это все решается одной игрой, а не серией, да, как в НБА. То есть, я думаю, что одну игру можно спокойно собраться, что-то пойдет в твою пользу, что-то пойдет против них и попытаться с тобой играть. Что касается нашей группы, какие самые сложные соперники вам представляются? Испания, наверное, будет, да, фаворитом нашей группе явно, потому что они чемпионы Европы, у них сильный сбалансированный состав, передняя, задняя линия. Да, я думаю, Бразилия тоже собрала очень хороший состав, да и Великобритания, конечно, хозяева турнира, я думаю, с ними будет тоже непро... Заслуживать будут? Надо быть готовым ко всему, и у них будут, их болельщики, да, там, на сколько зал, 15 тысяч, я думаю, будет... Английские болельщики самые суровые болельщики. Я думаю, что придут, будут болеть, будет очень тяжело, я думаю, что, как бы, будет очень серьезная борьба против этой команды. Тем более, первая игра у нас как раз с ними. Конечно, да. А за вас болеет вся Россия, вообще чувствуете поддержку болельщиков? Хочу сказать всем болельщикам, конечно, продолжайте болеть, и нам это очень сильно помогает. Понятно, что успех во многом зависит и от условий пребывания. Я слышу, что женская сборная по баскетболу жаловалась на спартанские условия. У вас тоже вроде в Олимпийской деревне короткие кровати. Мы же ничего про это не знаем. Ничего не знаем. Когда заедем, может, тогда... То есть ничего пока не слышишь? Да. Думаю, проблем не будет, если будут короткие кровати, тогда матрас на пол, спать, да. Будем так действовать. Семенович, вы как-то сказали в одном интервью, что самый счастливый момент – это бронза на чемпионате Европы. Конечно, тогда эмоции переполняли, да. Первый год в сборной, сразу медаль. В тот момент, когда прозвучала сирена, мы выиграли 4 очка в Македонии. Я был, наверное, самым счастливым в тот момент. Не знаю, сейчас впереди Олимпиада. Надеюсь, Олимпиада переплюнет эти эмоции. Что за история с флагом и с кроссовками была у вас? Когда заняли уже третье место, мы поехали в гостиницу переодеваться в парадную форму. И я встретил болельщика, и я взял у него флаг, чтобы на флаге написать «Мой город». И взамен он ему попросил кроссовки. Я не раздумываю, я с ним поменялся. Но они, правда, ему большие, я думаю. Я думаю, что размеров 7. Может быть, да. Он был маленький. Я надеюсь, что они у него стоят. На памятных не выкинул или не продал. Ну что ж, ребята, бронза – это хорошо. Но на предстоящей Олимпиаде мы желаем вам только золото. Счастливого удачи. Спасибо. А я напоминаю, что завтра первый канал покажет открытие Олимпийских игр. А 29 июля наша сборная по баскетболу сыграет со сборной Великобритании. Будем болеть за Россию. На этом наша программа подошла к своему завершению. Спасибо, что были с нами. Удачного дня и доброго утра. Счастливо.